Здравствуйте, меня зовут Светлана. В этом ролике мы с вами сегодня поговорим, как нам в наше время вот сейчас сохранить яйценосность. Что влияет на яйценосность? Я назову вам 7 советов, которые могут влиять на яйценосность, но это все складывается из многих факторов. Это не является рекомендацией, я никого ни к чему не принуждаю, еще раз говорю, не надо мне писать, что то-то, то-то. Пожалуйста, я никого не принуждаю, как говорят наши финансисты. Так, поехали. Первое, что надо знать, курица, которая должна снестись, должна быть в теле. Не забываем, которая курица недоразвитая, которая такая чахлая, никогда не будет нестись. И если вы держите их, и яйца вы от них никогда не увидите, не каждая несушка становится курицей. Это, как говорится, на личном опыте. Яйца могут быть в зачатке, где-то в далеком-далеком, потому что сами смотрели, сами видели, но яйца эта курица не несет. Вот у меня моя девочка, это поместная курочка. Курочка должна где-то весить 2,5 килограмма, но эта курица уже год, она весит 3 килограмма у меня. Сережки должны быть развитые, окрашенные. Когда курица несется, цвет сережек яркий, потому что вырабатывается определенный гормон. Когда курица не несется, сережки бледнеют, когда, например, у нас линька или наша птица отдыхает. Так, костяк должен быть плотный, киль должен быть ровный, потому что при... Ну, не быть особо хорошей несушкой. Так, теперь смотрим на живот. Тихо, моя девочка, стойте. Не любит она это, видите, нет. Смотрите. Тихо. Живот должен быть массивный, видите, он у меня укладывается в руку. Все должно здесь быть пушистое, никаких подтеков, ничего никогда нет. Если видите здесь подтеки, но курица активная, можно особо к ней присмотреться. Вот. Если что, что-то можно сделать. Видите, живот плотный. Эта птица моя несется, она уже снеслась, кузечко пустое. Он мягкий, потому что та курица, которая не будет нестись, у нее здесь все сжато. Негде развиться вот этому яйцу. Видите, эта курочка, значит, у нас несется. И оперение. Ну, эта птица моя долинивает. Видите, оперение у нас еще, как говорится, полностью не перелиняло. Но линька идет, вот они, столбушки, которые выходят под шесток. Добавляется. Вот такая птица будет нестись. Если у вас несколько птиц, можно даже по весу. Потому что, когда они бегают в перо, а когда возьмете в руки, вес сразу же чувствуется. Ну, поехали дальше. Теперь световой день. Он очень-очень важен сейчас для нас. Именно вот в этот период. Потому что много идет вопросов. Моя птица не несет. Но нельзя ответить вот так однозначно. А вы неправильно кормите, а вы неправильно содержите. Нет. Много факторов. Значит, световой день в нынешнее время, вот в сегодняшний момент, 12-14 часов. Подсвечивать. Кто не хочет, не подсвечивайте. Мы включаем подсветку. Днем мы ее выключаем. Она может гореть чуть-чуть блекло, только когда сильные морозы, пурга, снег. То есть совсем-совсем не погода. Сейчас еще дни нормальные. Птица у нас гуляет. Так что подсвечиваем нашу птицу. Заговорилось. Потому что свет, проникая через сетчатку глаза, вырабатывает гормон. Который, говорит птице, надо нестись, надо работать. Без света гормон-то тут утихает, и наша птица уходит в отпуск. Третий фактор, влияющий на яйценосность, это же, конечно, наше питание. Кормим мы как кто хочет, как кто может. У каждого свои возможности, как говорится. Но тут надо, чтобы питание было сбалансировано. Минералы входили, кальций, сера в нынешний момент рассказываю о нынешнем моменте. Не о лете, а именно сейчас. Ракушка обязательно. Четвертый и очень важный момент. Может быть, пятый сбилась, ничего страшного, дело не в этом. Прогулки. Многие уже писали у меня, девчонки спрашивали. Называю всех девчонками, потому что мы всегда остаемся девчонками. Ноль градусов закрывать птицу? Нет. Без солнца, вот даже если сейчас пасмурно, солнечные лучи проникают. Птица поглощает витамин D. Без витамина D. Рахит. Заболевание. Тонкая скорлупа. Ей курица вообще не несется. Без витамина D нам никак нельзя. Искусственный это есть искусственный. Да, мы можем по аквадетримам еще жидким витамином восполнить, но уличные прогулки ни в коем случае запрещать нашей птице нельзя. Моя птица здесь гуляет до минус 15. У них класс открыт. Они сами выходят, сами заходят. Видите, птица должна всегда работать. Когда птица шевелится, работает ее иммунная система. Работает весь организм. Если птица будет сидеть вот так, то все процессы в внутреннем организме начинают входить в спящий режим. Следующий фактор – возраст. Как бы мы от этого не хотели, продуктивность нашей птицы 18 месяцев. Все. Потом каждый год на 10-15% продуктивность снижается. Да, птица может нестись 3-4 года, ну как нестись, ну 2 яйца в неделю. Но если вас это устраивает, то, конечно же, держите. Мы так не делаем. Мы птицу на 3-й год убираем и заводим новое поколение. Потому что с возрастом приходят заболевания, истончается скорлупа, потому что не хватает минеральных веществ в организме. И птица стареет. Также не забывайте, влияет очень наследственность. То, что заложено в яйце, и то, что выросло, это идут гены. Если птица была яйценосной, мама с папой были хорошие, то и ваши дети будут тоже яйценосными. Поэтому тут надо выбирать, если вы держите на яйцо, тут надо выбирать некрасивую породу. Красивая порода может быть для экзотики. Но она несет 100-120 яиц в год. Надо выбирать тогда доминантов, кроссов, лигорнов, которые несут до 260, до 300, 320 яиц в год. Но это, как заявлено, тут все. У каждого своя ситуация, у каждого свой климат. И не забываем, та птица, которая, у ней есть инстинкт насиживания, конечно же, в период яйцекладки не несется. Многие спрашивают, что вы делаете? Ничего. Но ничего не сделаешь, это гормон. Зачем мучить птицу, сувать ее в воду, в темное помещение? Я особо этим не заворачиваюсь. Птица сидит, яйцо убираю, ее из гнезда выкидываю постоянно. Ну вот, перешла с работы, выкинула, чтобы она сходила, поела. Она, конечно же, потом сядет. Она отсидит свое время и уйдет. Но бывает такое, что птица, вот, например, занеслась, снесла два яйца и все, и садится. Если она садится раз, садится два, значит, к несушке она уже хорошей не будет. У ней природой заложено высиживание. Все, инстинкт, ей не надо нести яйца, она забирает яйца у других девочек и прекрасно их высиживает. Вот поэтому тоже вот это все влияет на нашу с вами яйценосность. Яйценосность же, конечно, падает. Если, например, у вас 10 кур и 5 кур, у вас селена яйца. И не забываем, чтобы наша птица неслась, нам надо создать условия. То есть, хороший курятник, ну как, ну, давайте скажем хороший, не придираемся к словам, чтобы была вентиляция или он проветривался, чтобы он чистился хотя бы раз в неделю, дезинфицировался обязательно. Чистая вода у птицы и хорошее кормление. Тогда наша птица будет с вами нестись. И не забываем, птица сейчас в линьке. У кого-то отлиняла, у кого-то еще в линьке. Она отдыхает. Например, вы думаете, что она перелиняла, а еще организм накапливает витамины для того, чтобы началась у ней яйцекладка. И в любом случае, нашей птице надо помочь. И не забываем, хорошая несушка – это здоровая несушка. Обязательно надо пропаивать. Мы пропаиваем. Но это, как говорится, это просто совет. Хотите поите, хотите нет. Но вот сейчас недавно молодой человек закопал большое поголовье. Был ларинотрахеид. Ничего сделать уже было нельзя. Эта болезнь не лечится. Это вирусная болезнь. И, увы, и ах, ничем не смогли помочь. Но никто уже не может помочь. Потому что, когда вирусная идет инфекция бактериальная, она размножается от клюва к клюву. Птица друг с другом общается. И остановить это нереально. Так что заботимся о нашей птице. И еще не забываем, чтобы всегда быть яйцом. Чтобы у вас, например, вот сейчас, в нынешнее время, многие пишут, 20 кур ни одна не несется. Надо делать стадо, чтобы было разного возраста. Например, мартовские и июньские. Тогда те, которые в марте родились, будут нестись. Июньские будут готовиться. И все. Вы всегда будете с яйцом. И на Новый год, и после Нового года. Это называется ворот стада. Это не я придумала. Это придумано еще до меня. Но это действительно работает. Я уже много раз об этом говорила. И мы с яйцом. И мы с яйцом.